Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, потому что там только косточки тоненькие и сало. Вот не представляю, как их надо так хитро откармливать, чтобы даже у совсем молодых мяса практически не было, а сало было. Ну да ладно, есть, короче, лопатка новозеландского, вот ее и займусь. Сделаю несколько надрезов, чтобы рассечь пленки. Снимать эти пленки даже не собираюсь. Ягненок-то совсем молоденький. Несколько раз в разных ресторанах здесь, в Испании, и в Каталонии, и здесь, в Алисинском сообществе, я заказывал такое вот блюдо. Иногда это была лопатка-ягненка, иногда лопатка-козленка. Посолю и поперчу. И каждый раз мне приносили именно таким образом приготовленное мясо, как я вам сегодня покажу. И что меня поражало? Оно было, безусловно, запечено в духовке или в печи, а при этом мясо было настолько нежным, как будто очень долго варилось. Немного оливкового масла и понадобится много розмарина. Баранина, розмарин и чеснок – это вообще настолько стандартное сочетание, как мне кажется. Иногда мне кажется, что без розмарина и баранина-то бараниной не пахнет. Обожаю этот запах. На дно побольше веток розмарина. Сверху еще немного оливкового масла, опять розмарин и чеснок прямо в шкурке. Да, так вот, чтобы за время длительной готовки мясо не пересыхало, надо накрыть его фольгой, плотно укутать. Сейчас у меня духовка разогрета до максимума. Убираю в нее ягненка на среднюю полку. И сразу убавляю температуру до 170 градусов. И забываю про него примерно на 4 часа. Сначала от высокой температуры он будет ошпарен, и там выделится под фольгой некоторое количество пара. Этот пар пропитается ароматами розмарина, чеснока, оливкового масла. А потом температура в духовке начнет постепенно падать, упадет до 170 градусов. И вот при этой относительно низкой температуре, в этом ароматном пару мясо будет готовиться и размягчаться. Ну а гарниром я займусь примерно минут за 20, может быть за 15, до кончания готовки. Ждем. Прошло 4 часа. Ягнятина готова. В кастрюльке доваривается картошечка на гарнир. Уже, кстати, почти готова. В сковороде дожаривается лук для соуса. Очень красивый, верно? А здесь под фольгой настоящая ароматическая бомба. Смотрите, какое чудо. Ягненка отложить и укрыть фольгой, чтобы не остывал. А из выделившихся при жарке соков нужно приготовить стандартный соус. Видите, сколько здесь прижаренных остатков моих любимых продуктов реакции Майяра. Их надо растворить. Я это сделаю вином. Воспользуюсь для этого газовой горелкой. Издержки индукционной плиты алюминий на ней не нагреюсь. Купил горелку специально для приготовления паэльи. Вы же видели уже кучу роликов с паэльей на канале? Я даже специальный плейлист такой создал для удобства. Ссылку на него повешу в конце. По дну надо хорошенько шкрябать деревянной лопаткой, чтобы ускорить процесс растворения. Ну и достаточно, пожалуй. Перелью сейчас эту основу в сковородку. Но сначала немного муки, чтобы загустить будущий соус. Вот так. Слегка перемешать. И вот теперь перелью. Здесь всяк удобнее будет, чем в противне-то. И поставлю увариваться. А пока соус побулькивает, рублю немного свежей мяты. Думаю, что к баранине очень даже в тему будет. Кстати, картошка сварилась. Надо воду слить. И слегка размять. Так. И добавить ароматного оливкового масла. Экстра-верджин. Очень мне нравится такое сочетание. Ну, я, кажется, уже говорил и в каком-то ролике даже и показывал. Так. Мята в соусе должна чуть-чуть прогреться. И все. Не надо ее здесь долго уваривать. Перца. И сахара. Сахара, наверное, можно побольше. Так. Что у нас тут? Все здорово, но кислинки, мне кажется, не хватает. Так что немного винного уксуса. А теперь... Вот теперь все, как мне хочется. Пора за стол. Комковатая, грубо смятая картошка с ароматом оливкового масла. Мятый соус с терпким вкусом красного вина и сладостью печеного чеснока. Лопатка, ягненка. А посмотрите, какое мягкое мясо. Разваливается на кусочки. А запах... Совершенно потрясающее сочетание. Одновременно и вкуса жареного мяса, и мягкости, такой нежности, как у тушенки. Фантастика. Рецепт этот мне нравится своей безумной простотой. Ой, а с соусом. Забросил лопатку в духовку. Главное, побольше свежего розмарина, потому что свежий розмарин даст как раз-таки тот ароматный пар. Сухой нужно чем-то увлажнять. Поплотнее укутать, чтобы паровая прослойка была непосредственно вот прям над мясом. Небольшой объем нужно создавать. Наоборот, уплотнить их фольгой. И забыть на 4 часа. Можно идти заниматься своими делами. И на выходе получается такая фантастика. Ой, завидуйте. Ну или бегите на рынок за бараниной. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, я же вам ссылки обещал. В конце ссылки будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!